Первый бой сегодняшней программы это поединок Майка Тайсона с Тайреллом Биггсом. Он состоялся 16 октября 1987 года. Да, конечно, впечатляет спина Тайсона. Его в свое время так часто снимали рекламные снимки со спины. А, только что увидели на экране его соперника Тайрелла Биггса. Ну, о нем мы поговорим еще достаточно подробно. Время будет. Это олимпийский чемпион. Вот он на ваших экранах. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе 1984 года. Той самой Олимпиады в Лос-Анджелесе, на которую не приехала ни сборная СССР, ни сборная Кубы. Так что, золотая олимпийская медаль Тайрелла Биггса, разумеется, немножко девальвирована. Но, тем не менее, все-таки это олимпийское золото. Ну, мы уже услышали фирменный крик Майкла Баффера. Let's get ready to rumble. Давайте приготовимся к драке. К тому времени Тайсон уже был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. То есть, ему принадлежали все три основных титула WBC, WBA и IBF. Игорь, как тебе кажется, вот я тебя всегда спрашиваю, как тебе кажется, какое состояние психологическое у Тайрелла Биггса? Ну, видно, что он дергается, конечно, что он переживает. Хотя Тайсон, я смотрю, он спокойно очень, довольно-таки спокойно. Он обычно, обычно как зверь в клетке. А сейчас он более-менее, ну, свободно, очень вальяжно ходит. Ну, а Биггс напряжен. Конечно же, у него ответственность большая перед тем, как с таким Бахтером работают. Теперь они его все знают. Ну, тут еще, наверное, знаешь, в чем дело? Он перед боем очень много чего не говорил о Тайсоне, о том, как он его побьет, как он здорово это сделает. А сейчас вот... Ну, это называется бахвайство. Да, да, да. А сейчас наступает момент, когда придется отвечать. Он, кстати, очень большой, очень рослый парень был, где-то 195 сантиметров рост у него. Против официальных 181-го у Тайсона. Хороший взгляд у Тайсона? Да, нет, оно очень хорошо, кстати. Душево. Он смотрит, да. Теплеет душа от такого взгляда. Особенно, если бы с ним драться предстоит сейчас. Ну, на тот момент Айрел Биггс был тоже не битый. У него было 15 боев позади. 12 нокаутов. Он понимает, что он делает. То есть он как-то вот хаотично двигается. Ну, это в первой раунде, в общем-то, может быть, тоже как посмотреть на противника. Хотя я думаю, что они уже друг друга знают хорошо. Хорошо, сейчас покачал маятник Тайсон, да? Он периодически, когда хорошо готов, вот он сейчас вот такой будет, ну видишь, его Биггс обманывает. Он его по туловище бьет. Опа. Справа он упустил удар в область уха. Да, сейчас... А сейчас, вот, через кашистые удары левые. Да, но а где удар правый? Смотри, ведь он действует практически одной левой рукой. Вот это движение ногами, которое Али делал, ну, такое фирменное его. Помахнулся, суперход. Ну, пока, на мой взгляд, ничего путного Биггс не сделал. Он, ну, хорошо... Но зато он красиво двигается. Двигается красиво. Но опять-таки, вот скажи еще раз, Игорь, нет у тебя ощущения, что он как-то, вот, получил первый раз, хотя и вскользь. Дело в том, что Биггс, он хочет подражать в качестве клея, но практически это невозможно так подражать человеку, который... Я, которого считаю, что он в профессиональном боксе, он выше, выше всех. А он просто подражает, а подражать это... Подражает, причем, безмысленно, мне кажется. Да, он... А Тайсон, Тайсон исполняет свою работу. Он подходит... Он сейчас по корпусу справа как дал. Он подходит, прижимает, зажимает, видишь, его в канаты, не дает ему ходить, так сильно бегает. Ну, он себя в сбоку, конечно, буду рад. Справа, хорошо. Да, да, да. Ну, он по прямой, почему-то Тайсон идет по прямой, иду по прямой, и уходит назад. Мне, чтобы в сторону, когда-то, в сторону сделал Сайс Степель как-то, отклоняется от прямых ударов, он должен, по-моему, не пытается. А как тебе кажется, нет ощущения, что он справа попал Тайсон, а что он немножко уже ошеломлен здесь? Ну, может быть, удары же достигли цели, а это уже понты. Да, 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 раунд закончился. Это такие показухи. Ну, красивый раунд. Красивый. Приятный, интересный. Красивый, хороший, да. В общем-то, ну, знаешь, вот уже по одному этому первому раунду, конечно, легко быть, легко предсказывать исход боя, который состоялся 17 лет назад, да. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что вот уже тогда было ясно, что шансов Биггса не очень много. На что он рассчитывает? Вот так отбегать? Ну, в западе же, может быть, у боксера тоже какие-то приемы свои, и он просто может не показывать. Это дело такое, что пока он может действовать первый раунд в одном ключе, а сейчас попробуем смотреть, второй-третий раунд еще есть, там, четвертый, вплоть до двенадцатого. Да, но дело в том, что просто показывать вот было почти нечего. Биггс уже фактически все показал. Дело в том, что я очень хорошо знал этого боксера еще тогда. И, я думаю, многие наши телезрители начала 80-х хорошо знали Биггса. Дело в том, что перед Олимпиадой, на которую наши не поехали, он встречался с нашими боксерами, дважды дрался с Валерием Абаджановым. И дважды Абаджан бил его как собаку, особенно один раз, потому что с двумя нокдаунами, да и в другой раз тоже его отутюжил, будь здоров. И оба раза Биггсу дали победу. Ну, там было, видимо, два американца сидели сбоку. Наверное, да, но он возмутительно совершенно был. Я очень хорошо помню оба этих боя, Абаджана с Биггсом. И вот тогда, в 87-м году, когда узнал, что Биггс будет драться с Тайсоном, ты, знаешь, так злорадственно, сейчас тебе покажут. Ну, видишь, Тайсон пропускает, тут левые джеды. Да-да, ну, понимаешь... Снизу пытается, видишь, Тайсон все время почему-то снизу он попытается по этой перхот. Но вот эти джебы, конечно, пропускали все в боях с Биггсом. Это был его коронный удар, и когда любителем был, он этот джеб бил, как будто с ним родился. Так о нем тогда и писали. Именно вот этими словами, понимаете, даже мои слова. Ну, он сейчас свяжется просто. Вяжется-то, мне кажется, Биггс. Биггс, да, он держит Тайсона, чтобы тот, не дай бог, не пробил свои коронные удары. Да, потому что тогда ему будет грустно. Он попал по почке. Как дрогнул всем телом Биггс. Как это очевидно было, что нехорошо его. Смотри, выражение лица такое у Биггса уже не очень. Не выигрывалось с таким лицом. Да ну, это же можно и обманывать. Можно, 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 да. Можно вообще притвориться, чтобы болит. Биггс, да, биггс, да, биггс, да, биггс, да, биггс. Это же игра. Ну, знаешь, о, да, вот такой хороший удар слева сбоку, отлично. Вот Тайсин уже провел, Тайсин провел такой сильный, мощный удар. И точно не достал. Да, красиво. Не достал еще. Да, но все равно красиво. Красиво, да, но не достал. Зато Тайсин ее любили, в частности. Все было красиво. Все, все, все. Маккойн, все равно. Ты, кстати, затронул интересную тему по поводу обманул. Вот в английском языке есть такое выражение, особенно в Америке оно распространено, Руэл Маккойн, настоящий Маккойн. Маккойн – это фамилия. А фамилия Эл Маккойн – это был замечательный боксер начала 20-го века. Вот, так вот он был потрясающий совершенно обманщик. И он, кстати, один раз вытянул такую шутку. Он дрался, по-моему, с Томми Райаном. Очень сильный средний вес был. И могу ошибаться, по-моему, с Томми Райаном. Но факт тот, что Маккой напудрился, такой белой-белой пудрой покрыл лицо и сделал страшно испуганное выражение лица. И его соперник, по-моему, как он сказал бы, Райан, он увидел вот это перепуганное, бледное, как смертное лицо, и решил, что дело уже сделано, вышел с опущенными руками и получил спитак. Бой закончился. Вот, то есть это... И вот в честь него появилось вот это выражение. Но Биггс-то не Маккой, он ничего не играет. Ну, подлюблять-то он при всем желании не сможет. Ну, дело не в этом. Обмануть-то все равно можно. И взглядом можно обмануть. Есть много очень приемов, которые используются как любителями, так и персоналами. Обман глазами. Есть много очень интересных приемов. Хорошо сейчас слева. Слева сбоку. Да, достал. Тайсон. Ну, Тайсон, видно, что он выиграл. И Маккой просто... Не Маккой. Биггс, да, я не заворочил голову, да. Биггс... Как там... Такое положение, что он не хочет выиграть. Но дело в том, что... Немножко опережая события, скажу, что после боя Тайсон заявил, что в третьем раунде он почувствовал... Именно третий раунд у нас сейчас идет. В третьем раунде он почувствовал, что Биггс полностью в его власти. И что он может сделать то, что хочет. Но не будет торопиться. События не хочет. Да, да, не будет. Он продлевает удовольствие. Продлевает... Знаешь, он больше продлевал мучения. Биггсу, чем... Да, Биггсу. Да, потому что... Вот, хорошо. Он уже, видишь, он просто в наглую идет. Просто в наглую наносит свои удары. Очень много чего наговорил Тайрел Биггс. Перед боем. Похоже, он действительно тогда считал, что у него есть все шансы. Да. На победу. Видно, что шансов у него нет. Нет, не нет. И, честно говоря, начинаешь его полихонечко жалеть. Да, да. Смотри, уже посекся. Ну, он сейчас лишь бы оттолкует, лишь бы как-то уйти от боя. И Тайсон спокойно, да, уже целевает. Вот уже от джеба, да, отваливается Биггс. Ух, сбоку. Вот второй хорошо, достал вторым боковым. И опять по корпусу справа вот этот удар. Один из фирменных ударов в школу Дамата. Смотри, уже дергается на другое движение. Биггс. Вернулся в угол на своих ногах. Вы видели в углу, это его тренер Лудова, знаменитый тренер. Игорь, ты знаешь, вот ты не обратил внимание, что, по-моему, 90% ударов Биггс бьет слева? Ну, дело в том, что он соблюдает дистанцию, поэтому он бьет слева, чтобы как-то от Тайсона оторваться. Потому что он знает, если он его пропустит в ближний бой, то Тайсон своими коронными такими в средней дистанции ударами, он просто его собьет. И он же все время держит его постоянно. Как только сближается, он сразу прихватывает его, тоже не дает работать. Просто вот именно Мухаммед Али, он создал такой, я бы сказал, назвал это миф левого джеба. Или миф о левом джебе. Миф о том, что вот одним джебом, да, можно как бы, не то чтобы выиграть бой, но контролировать бой. И именно это Биггс и пытается делать. Дело в том, что, я прошу прощения, но Мухаммед Али был более талантливый, более жесткий. Да, раз в 50, да. Да, слева бил, я сам испытывал этот удар, и он слева бил очень быстро. Очень, скорость большая была у него. Я ощущал тоже этот удар на себе, так что это было в 79-м году, в 78-м году. Он жестко, жестко левый прямой наносил джеб очень сильно. Мы сейчас продолжим после рекламы наш разговор. Ну, если говорить об Али, то Рон Лайл, один из его соперников, говорил, что этот удар он бил. Этот левый джеб у него был такой сильный, как у многих правый кросс, правый Али. Нет, но у Али била и правая рука. И ведь мы сейчас не случайно говорим об Али, мы его вспоминаем не просто так, а в связи с тем, что Биггс – это один из тех боксеров, который пытался всеми силами, в общем-то, с негодными средствами копировать Али. Нет, ну ясно, а справа-то у него нет такого удара. Нет, у него справа нет удара. Он однорукий боксер. Мухаммед Али был очень разнообразный боец. Он бил как и прямые, так и снизу, и апперкоты. Он любой удар наносил из любого положения, в общем. А у Биггса, я вижу, левый джеб и мало что еще. Ну вот, мы переходим к четвертому раунду. Ну, опять все тот же джеб. И уже, по-моему, так больше спасается Биггс. Ну, все время, видишь, бегает все время, на целом. Он обострять ситуацию просто уже не хочет. Тайсон, Тайсон хочет обострить, а Биггс его тоже похватывает. Вяжет, да. Ну, а что ему остается бедом делать? Да, все, видишь, едва входит Тайсон. Да, да, сразу. Он сразу перехватывает. И всякие, ну, Тайсон, в смысле, как прихватывает, его и держит. Но все равно вот эти вот очки, которые набирает Тайсон, там, левый-левый, все, и мы, вот, и по корпусу, они все считаются. Да, и, кроме того... Ну, словом, Баджа в них помахнулся. Да, но сколько он попадает, Тайсон, пускай не очень... Не, я имею в виду Биггс, по-моему, все, но... Да, ну, конечно. Ну, а ударами. Прицел сбил. Ну, видишь, уже движения у него такие, как... Да, вял и справочник, попытался что-то... Справа ударить, но... Ну, справа бить он... Как-то почти не умел. Но умеешь, это и размашистый какой-то удар просто пытается. Вот справа снизу попытался. Это на овощ. Да, вот слева как... Слева сбоку отлижу, конечно, если пробил, вот, ну, а я, видимо, пробился, он на овощ уже бьет эти апперкоты снизу. Просто, чтобы пробить, типа как отмахнуться. Да-да-да, просто пытается, как бы, стряхнуть его с себя. Ну, забыл, что его двигаться не хочет. Я думаю, что он уже не может. Он же не встал, может быть. Взял такой темп, который ему самому оказался. Он же стоит, просто, а-а-а, все. Да, Тайсен Сламанова. Ну, если верить ему, то он специально не форсировал события. Перед боем Бюкс много говорил о том, что он будет его держать на своей передней руке, хозяйничать, а потом где-то ближе к концу. Вот такой слева сбок, короче. Еще один слева сбок. Там, по-моему, и справа еще добавили. Там справа не такой, он был легкий, а слева сбоку... Слева сбоку, да, основной. Да, уже нет, в возгляде у Бюкса, да, нет ничего. Ну, так изображал Гордис, конечно, ну, смотри. Там, я думаю, уже все все поняли. В его углу. Нет проблем. Скажите эту Бюксу. Он вам поверит. Нет, ты нам Бюксу не говоришь. Я понимаю, да, нет, ну, я думаю, что он в данный момент уже и не очень слышит, не очень вникает. Наверное, очень тяжело вести вот бой, который уже... Ты знаешь, что проиграл. Так вот, отбываешь номер, ждешь нокаута. Не, ну, ждать на него не может, он надеется еще все-таки на такой легкий исход. Ты знаешь, я не знаю, вот на что он мог на самом деле надеяться. Он даже не мог надеяться на то, что он поймает Тайсона на мощный удар, потому что у него в арсенале никакого мощного удара не было. Что, он джебом его собирался нокаутировать? Ну, почему же? Если хороший удар, так можно нокаутировать. Ну, у него не было хорошего удара. Он вот именно вот был такой вот танцор на дистанции, что само по себе, в общем-то, не плохо, может принести успех, но... Ну, видишь, он сейчас уже не двигается, он встал просто на две ноги, встал плотно на ноги и пытается джебом своим что-то, видишь, сделать. Вот снизу, вот снизу, вот снизу. Ну, неплохая левая рука. Действительно неплохая. Но правая никакая. Просто раздергивает, по-моему, Тайсон. Ушел сейчас от удара. Справа. Значит, все не устал. Значит, еще, да, еще... Опа! А сейчас не ушел. Не, бактерий глушин не хочет уже, все. Я думаю, что... Он просто уже чувствует, танцовочка. И опять пропустил. Пора, 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 пора заканчивать. Ну, он честно, честно держится, по крайней мере. Ух ты, классный, Северный Бог. Я прекрасно понимаю, что Биг сейчас находится не в том состоянии, чтобы вспоминать, что он там говорил перед боем. Но, я думаю, многие зрители как раз думали в тот момент об этом. Очень он похвалился, очень хвастался. Я не знаю, что думали зрители, но вот Тайсон запомнил это все. Да, Тайсон запомнил, да. Да. Он перед боем еще обещал, что он Бигса хорошо помочь. Ну, сейчас сдерживает обещание. Уже не отпускают Тайсон. Да, да, да. Вот так, Тайсон, на выходе. Ну, он нарушил правила, строго говоря. Не, ну, он нарушил, потому что он ударил. Ударил при... При том, как их раздвигали. В смысле, именно при команде стоп. Да, да, да. Он был отойти. Дженни Брэк была команда, которая шаг назад и снова пробивает удар. Да, ну, тут... Да, да. На счастье. Бигса закончился раунд. Да, слушай. Да, конечно, много доходительного, что он пожалеет Бигса. Столько ударов сейчас получить. Он ему рассказывает, как ему хорошо, но он, кажется, не верит. Кажется, не верит. По-моему, у него есть на это все основания. Ну, вот этот страшный свисток. Сейчас будет гонк. Последний пять секунд. Вот и он. Как он выходил из угла, так направляюсь не по прямой к Тайсону, а как-то так... По дуге. Да, по дуге. Татьсон просто... Просто входят в ближний бой. Ну, теперь этот Бигс даже не убьет ничего. Он просто клинчует. Да. Вот сейчас встретил. Даже с третьим ударом ты не назовешь. Понимаешь? Да. Справа. Справа такой полукрос. Слева, снизу. Слева, сбоку. Он просто... Просто, видишь, руку убирает у него, вот, у Бигса, и все. Да, красота. Сейчас тут идет полное избиение. Не пронщай миг, не дай его, не дай его. Давай, давай, дай его, Тайсон. Давай. Да, это... Тебе не языком мало... Под сердцем. Под сердцем, да. Это тебе не языком мало перед боем. Поэтому всегда не говорят, надо думать, прежде чем говорить. Надо же на что-то надеяться. А если нет надежды, то что-то договорить. Если бы не говорил, уже бы лежал, бы раздевалки, отдыхал, да? Вот так вот будет тебя в очередь до последнего. Ну, он ничего делать не дает ему, Тайсона. Я по плече не буду, да. По праву, не видно, как было это. Прошел, не прошел. Тайсона тоже, видно, проустал немножко бить его. Ну, конечно. По-моему, даже не столько от собственных ударов, сколько от клинча устал. Ну да, он его держит, висит на нем. Да, парень немаленький, висит хорошо. Вот сейчас спала. Блокусно. Такой скользь прошел удар. Судью обнял Тайсон так подружеско. Вот сейчас по корпусу. По корпусу. Не совсем точно по печени, да, но... По рукам, по рукам, по рукам, что-то досталось. Ну, все равно это, вот эти, кстати, такие удары тоже стряхивают голову без здоровья. Да. Блинкс уже просто спасается. Ой, здорово. Последний, боковой был. Да. Хорош. Ну, припо корпусу перед этим, так пробил. Ну, короткий вот этот удар у него, да, конечно, хорный час не попал просто. Он, короткий удар сверху сбоку, у него великолепно, конечно. Летается он. Ну, да, шесть раундов позади. Никаких иллюзий, я думаю, у Бигса уже не осталось. Все уже ясно. Ну, а сейчас будет седьмой раунд, дамы и господа. И смотрите внимательно. Смотрите внимательно. По-моему, сейчас будут кадры, которые хорошо вам знакомы уже по нашей заставке. Теперь вы сможете увидеть их, что называется, в контексте. Там мы слышим, что-то говорили. Можно говорить уже, да? Посмотри, посмотри на выражение лица. Да нет, нам все разбитое лицо, понимаете. Да просто даже на глазах. И на скулах, и на бровях все висит. Да, уже человек сломлен. Слева сейчас, сбоку. Да, сбоку прошел удар. Пробил, тащим. Ух, красиво. Снизу, справа, снизу, левый сбоку удар такой. Без подготовки, без всего, просто, просто нанес и все. Вот идет, он просто идет, ломает. Он видит, что ничего не может сделать. Просто идет и бьет. И вот эти вот удары, конечно, носят. Совсем мощно начинают наносить. И, ну, очень хорошая резкость у него. И так она у него осталась, в общем-то. У нее ходит такой вялый, но... Ах, снизу какой-то бусил шальной удар. Ну, именно шальная, как мне кажется. А? Именно шальная, да? Шальная, да. Одно из последних объятий Тайрелла Биггса. Очередное попадание, пусть не чистое, но... Ну, смотри, как. Биггса же просто как пьяная лошадь. Нет, дело в том, что он устал. Столько ударов пропустить. Он сейчас думает просто, как бы хорошо, что все это закончилось. Да, да. Зачем вы так и так много говорили? Я думал, вы сейчас там такой кровавый туман говорили, что ничего не думает. Ну, как, ты не... В любом бою все равно думаешь. У меня было тоже пару боев, когда я думал, так он быстрее все закончилось. Шлем пытается Тайсона поймать на вот этот левый феркут, все, справа попал, да. Слева сбоку. А перед этим справа угол. Смотри. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как ты чувствовал, Тайрел? Окей? Он смотрел в угол. Угу. Вот, справа опять. Так. Опа, все. Вот так вот. Левый боковой. Левый бок, да, было. Все, все закончено. Мне кажется, там повторно еще показалось, потому что его сбоку ударили первый раз. Нет, там был первый раз тоже был слева, но перед этим он, по-моему, еще зацепил справа. Сейчас, я думаю, нам покажут не раз эти эпизоды. Ну, вот все и кончилось. How do you feel, buddy? You're all right. Yeah? You're all right. Okay. Just answer the questions for me. Доктор, спрашивай, как тебя чувствуешь? Нет? Что я могу сказать? Ну, покажись. Да. Что-то в этом роде. Вот сейчас был повтор. Ну, слева сбоку было удары, нет? И опять слева сбоку. Все. Это, по-моему, на пол. Это первый. Не-не, это первый. Не, вот это второй. Да, вот это все будет второй. Он слева сбоку опять. А, нет, это опять первый. Это первый, когда он сбил его. Первый раз. А, да-да, правильно. Да-да, одно и то же показывает. Третий раз показывает. Да, ты прав, там, конечно. Слева сбоку был. Нет, я видел, мне казалось, это то, что последний был, я понял, что слева сбоку, мне казалось, спереди, справа был удар еще ищутимый. Вот слева сбоку есть сам. Да. Вот это уже нокаут. Зрелищный нокаут, понимаешь, ничего не скажешь. Да. Вот это боковое, у него все время, у него профессионально все просто боковое, у него листилый сбок, такой длинный-длинный. Он вроде такой маленький, а и руки-то, в общем-то, короткие, а бьет как далеко. Ну, как-то, так сказать, такая большая амплитуда и скупается очень хорошей скоростью. Да, ну, как хрустом бьет. Хлесткий удар очень, и поэтому результативный. Как не трудно догадаться, после этого боя Тайрел Бигг сломался. И так навсегда стал такой ступенью в карьерах многих других боксеров.